Каля 400 тысяч рублёв запозичили Жихары Могилёва за коммунальные послуги. По оперативной информации, дауги перед коммунальниками областным центры мают каля 2% особовых рахунков. Меж тем, схема оплаты коммунальных послуг поступово меняется. Развлеково-касовые центры Беларуси переходят на новое программное забеспечение. Але техничные змены тактии накш кранают каждую семью. Знешний выгляд квитанции застается белым. Але информация для домов на обслуговывание жрёв и приватных товариствов при оплате про интернет-банкинг, тий инфокиоск, подается особо. Специалисты развлековых центров урают уважливо читать информацию на квитанциях и удокладнятия ей на сайте, типа отповедных в телефонах. Мы вынуждены были разделить платежи для тех домов, которые обслуживаются жрёву, и для тех, кто обслуживает с частными обслуживающими организациями. И в интернет-банкинге, либо в инфокиоске, надо было создать просто новый платеж, выбрать для этого опять город Могилёв, коммунальные платежи, коммунальные платежи жрёву. После этого система запросит номер лицового счёта, он не изменился в общем случае для жильцов, набрать номер лицового счёта, и там будет сумма подсвечиваться, как всегда, в привычном режиме. Продолжение следует...